Действовать как-то надо. Вопрос ситуации на Донбассе решать нужно. Понимать, что наши экономические интересы и другие интересы здесь уходят на второй план перед лицом интересов Франции, России, Германии, Штатов и так далее. Наши действия. Что предпринимать буквально? Нам нужно понимать, что друзей у нас нет. У нас есть попутчики, у нас есть партнеры, у нас есть иногда люди, которые временно нам сочувствуют. У нас нет друзей и нам нужно надеяться только на себя. Это самое главное. Руководителям Украины нужно исходить из интересов Украины исключительно. Это второе. Третье. Нам нужно укреплять вооруженные силы и строить процветающую экономику. Третьего не дано. Других рецептов нет. Как только мы будем сильны с военной точки зрения, не на бумаге сильны, как сейчас, а сильны с военной точки зрения, и как только у нас будет привлекательная для инвесторов экономика, мы победим. А что такое привлекательная для инвесторов экономика? Вот я инвестор. Приезжаю, допустим, из Европы. Мне надо знать, что здесь некоррумпированные суды. Это первым делом. Что у меня не могут отжать или рейдерски захватить мое предприятие, которое я тут поставлю, сейчас завод в Украине. Я инвестор из Европы. Я сейчас поставлю за миллионов 20 евро завод. А у меня его завтра забрать могут? Так я не поставлю. Если украинская власть сейчас покажет, что она стоит на защите инвестиций, все изменится. Тогда малый и средний бизнес вздохнет. Вообще, если прекратится это разграбление Украины собственной властью, то, что мы наблюдали все 28 лет независимости, нас, Украину, грабила своя же власть. Если это прекратится, все изменится. Представьте себе, что на украинской части Донбасса, Монако, предположим, как будут смотреть с той стороны те, кто находится под протекторатом России? Да они захотят в Монако. Это же понятно. Продолжение следует...